От общественной палаты началось официальное расследование. И все это после письма участницы Пуссера и Надежды Толоконниковой из Мордовской колонии. О том, что там в колонии происходит. Толоконникова пишет даже не о себе, хотя и говорит об угрозах со стороны руководства колонии. Она пишет о том, как устроена тюремная система, об унижениях и даже пытках о коррупции. Вообще-то о том, что происходит в колониях и в тюрьмах, говорили и раньше, и много, и даже что-то пытались сделать с наследием ГУЛАГа. Вот Медведев, бытность президента, затеял реформу ФСИН. А сегодня стали говорить о том, что эта реформа, похоже, провалилась. Во ФСИН все утверждения Надежды Толоконниковой опровергают в колонии. Это совершенно удивительно, учитывая полностью зависимое положение заключенных, у нее все же нашлись сторонницы, которые очень рискуют, рассказывая правозащитникам истории, отличной от официальной версии. Бунт в одиночке. Эксклюзив недели. Первое телеинтервью из Мордовской колонии Надежды Толоконниковой. Вадим Кондаков спросил, зачем участница Пуссирает восстала против всей тюремной системы в России. Это первое проявление Надежды Толоконниковой перед видеокамерой за год, проведенной в Мордовской колонии. Она в зэковской фуфайке с собранными на затылке волосами. Излагает факты. Иногда она улыбается, хотя рассказывает про рабский труд, унижение и даже про смерть других осужденных прямо на работе. Это мини-интервью проходит в камере. Окна с решетками, откидная койка. Видимо, это и есть то самое безопасное место, куда ее якобы спрятали от угроз. А где Толоконникова спит? Где ее место? Вот видите, то, что матрас нет, матрас находится на среднем. А где матрас? В помещении в безопасном месте находятся вещи там и нет. Все вещи, которыми она, скажем так, располагает. А почему она оказалась в безопасном месте? Мы снимаем помещение, а не берем интервью. Замначальнику колонии, подполковнику Куприянову, явно не нравится, куда мы клоним. Ведь, по утверждению Толоконниковой, именно он угрожал ей расправой. Вопрос, который возникает, неизбежно. Якобы из угроз. Вы это заявляете? Заявление это следует... А я правильно понимаю, Евгений Владимирович, что из ваших уст тоже звучали какие-то заявления, которые... Противно слышали. Нет? Мы их тут это не звучали. Пустая койка Толоконниковой бросается в глаза. Остальные аккуратно застелены. На каждой карточка с именем, фотографией и статьей УК. То, что нам показывают, даже на колонию не похоже. Унитазы, биде, холодильники и стиральные машины. Все для заключенных. Здесь все работает. И есть... Работают краны, мы также моем руки. Макомойка, души и биде все работает. Нет с этим проблем? С каждым день, в любой момент можно зайти и воспользоваться этой комнатой. О том, что эти комнаты гигиены нужны лишь для показухи, Толоконникова упоминала в своем нашумевшем письме. Это послание с зоны, пожалуй, впервые было таким конкретным и откровенным, с перечислением нарушений. Работа по 16-17 часов в день без выходных. Система жестоких наказаний, многочасовое стояние на плацу, избиение, запрет на пользование туалетом. Работа на устаревшем оборудовании и постоянное повышение норм выработки. Плохие, часто испорченные продукты питания. Запугивание со стороны администрации, невозможность обратиться с жалобой на ее действия. Откровения Толоконниковой вызвали невероятный эффект. Ее письмо прочитали и перепостили как минимум полмиллиона человек. Многие отмечали, что она пишет не столько про себя, сколько про всех остальных ЗК, которые, набравшись мужества, тоже заговорили. Начинает избивать в отрядах. Это то, что создавление администрации. Администрация не хочет пачкать свои руки. Бьются основные бригадиры, гневальные и некоторые, которые возле них. А то, что сообщали, что кого-то откуда-то на душу ее раздели. Раздевает, раздевает всех, наказывает. Можешь гулять по плацу до двух часов ночи. Эти откровения выслушивал Илья Шаблинский, член Президентского совета по правам человека. Он в составе специальной комиссии срочно приехал сюда, чтобы узнать, правду ли, написала Толоконникова. И вот новые подтверждения. Глава рабочего дня, рабочей недели, превышает. Шестиденье рабочей недели, каждую неделю и официально по 7 часов. Девчонки работают за 1 часа вечера. С кинеца до 1 часа вечера. После этих признаний, говорит Шаблинский, его собеседницам теперь угрожает опасность. Мы имеем дело с рабским трудом. И надо это прямо и просто сказать. Рабский труд. Я допускаю, что часть людей, часть страны считает, что это нормально. Ну пусть там они там пашут. Руководство колонии обвинение в свой адрес отрицает. Замначальника ИК-14 показывает нам график. Все по трудовому кодексу. Рабочий день 8 часов с перерывом на обед. Рабочий день первой смены у нас с 8 до 16. И вторая смена с 0. Ой, 16 до 30 до 0. Мы просим показать нам производство. В большом цеху сотни старых швейных машин, которые здесь называют «мотор». За такое работала и Толоконникова до того, как публично отказалась от рабского труда. Шила полицейскую форму. Толоконникова настрачивала вот эти выточки и шлевки закрывала. Более сложную операцию осужденной Толоконниковой мы не имели возможности дать, потому как в частное время осужденная отсутствовала на рабочем месте. Из-за чего? Это было связано с переговорами, которые в рабочее время. Такое здесь могла позволить себе только Толоконникова. Она не боялась испортить отношения с остальными ЗК. Ведь ее отсутствие – это дыра в производственной цепочке. А за невыполнение нормы следует наказание. За дисциплину отвечают бригадиры. Такие, как эта женщина, Нина. Мы здесь отбываем шок, у них, конечно, в лагерном зоне. А им приходится? Так или иначе? Ну, так, как и иначе. Здесь как бы шлейка – это единственное место, где они зарабатывают. И зарабатывать не плохо. А сколько вы здесь получаете в месяц за такую работу? На нашем числе они 5,205. 5,205? Но это же не вся сумма, которую вам имел, да? На нарки выдается, так скажем, со всеми вычетами. Если нет исков, то больше 1300 одного. Толоконникова не работала сверхположенного. Когда заканчивался рабочий день, вставала и уходила. Такое тоже позволяли только ей. Но и зарплату почти не начисляли. Хотя несколько сот рублей в месяц, вспоминает бывшая ЗК Светлана Бахмина, за такой тяжелый труд – это и не зарплата вовсе. Ну, как может быть, там, 400 рублей зарплата за какое количество? Если это один костюм стоит, несколько тысяч рублей. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отсидела в 14-й Мордовской колонии почти три года. Она удивляется, что письмо Толоконниковой вызвало такой резонанс. Ведь о многом из того, что она рассказала, так или иначе уже не раз говорилось. Более того, в сети появлялись даже видеозаписи избиений женщин-заключенных. Но обычно такое остается за колючкой. Поэтому, когда кто-то идет против системы, это большая редкость. Письмо Толоконниковой Светланы Бахмина называют смелым поступком и говорит, что вряд ли смогла бы так. Я просто хорошо себя понимала, что будет происходить. И мне по прибытию в колонии сразу все, в общем-то, объяснили, как и что. Я попала в ШИЗО, там у меня были нарушения. Удивительно, но поступок Толоконниковой поддерживают далеко не все осужденные. Даже те, кто, казалось бы, должен ее понимать. Я вас представлю. Мы просто внезапно здесь обнаружили Евгению Хасис, которая здесь в комнате психологической разгрузки находится. Хасис, которую осудили за соучастие в убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, носит особый знак на груди. Желтая диагональная полоса означает, что она склонна к самоубийству. Сейчас Хасис проходит обязательные психологические тесты. На эти тесты я отвечаю в этих бланках. Потом эта информация обрабатывается компьютерными, я так понимаю, да, Ирина Владимировна? Да, и по результатам составляется психологическая характеристика. Хасис рассказывает, что когда сюда, в колонию, привезли Толоконникову, она очень обрадовалась, мол, человек из ее круга. Они были в разных отрядах, но встречались там, где было можно. В библиотеке, в клубе и даже в церкви. Я ее, да, пригласила. У меня есть такая возможность, что батюшка, которая пришла, меня богословила на колокольный звон, я помогаю звонить в колокола, и ее пригласила, как у меня достаточно трепетное отношение к вере, в связи с ее, скажем так, уголовным делом, да, который она сюда. Естественно, я ее пригласила, и да, она заходила. Я не сказала бы, что она проявила бурный интерес, то есть она достаточно сдержана, но с уважением отнеслась к нашему колонистскому храму. Но с недавних пор, говорит Хасис, их пути разошлись. Она не поддерживает Толоконникову в ее разоблачениях, потому что большинству заключенных такие скандалы не нужны. Создать в интернете некий миф о том, что здесь какой-то гулаг, кровожадные люди в погонах издеваются, угрожают там убийствами и так далее, а потом она, окей, Жанна Дарк с этим придет и будет бороться. Ей осталось полгода до свободы. Ей совершенно все равно, как здесь будет реально, что здесь будет. Евгении Хасис осталось еще 14 лет, и в ее голосе чувствуются едва уловимые нотки ревности, ведь еще два с половиной года назад о ней говорила вся страна, а теперь она затерялась среди 800 узниц 14-й колонии, большинство из которых предпочитает держаться подальше от Надежды Толоконниковой. Я бы так не поступила, чисто мое мнение, и мне вообще не понять, почему она так сделала, так произошло. Может быть, я уже много сижу, то есть я первый раз столкнулась с такой сатьей, с ее ситуацией вообще, поэтому я ее вообще не понимаю. Дневальная по первому отряду Катя Бойко отвечает на вопросы под пристальным взглядом замначальника колонии. Еще трое девушек ЗК в этой комнате предпочитают стоять и помалкивать. Тут на зоне, как и там за колючкой, мнения разделились. Кто-то поддерживает Толоконникову, а кто-то считает, что так ей и надо. Но почти все с интересом наблюдают за тем, чем закончится эта неравная битва. В этой войне все средства хороши. Это видео появилось на сайте Мордовской ФСИН. Якобы голодающий Толоконниковой приносит еду. Запись озаглавлена как «Провокация Толоконниковой». Но в интернете уже многие отметили, что тут вообще непонятно, кто кого провоцирует и кому приносит еду. Сама Толоконникова уже выразила готовность подтвердить свои слова на полиграфе. А когда к ней в колонию приехала московская комиссия, она долго перечисляла факты и детали нарушений и говорила, что ее словам есть документальные доказательства. Есть такая вещь, как штаб промышленной зоны. Там есть так называемая учетка. Но бывшая заключенная 14-й колонии Наталья Мануленкова считает, что Толоконникова уже победила, потому что сделала то, что было не под силу многим поколениям зеков. Я была шокирована тем, что хоть кто-то опять что-то вывез из колонии, потому что все освобождаются, все говорят, что вроде бы скажем, найдем способы, никто ничего не говорит, потому что все забывают об этом. А тут она в колонии. То есть она знает, что ее может сейчас ожидать, хотя в принципе у нее очень большая крыша в плане поддержки, и естественно ее там не убьют, ее пальцем не тронут. Но при этом Наталья уверена, что после визита комиссии из Москвы в 14-й зоне ничего не изменится. Если только не случится чудо, и президенту не расскажут, что реформа ФСИН, о которой так много говорили, так и не свершилась.